Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Назвала парня имени бывшего, а теперь у нас ссоры по этому поводу, слышать меня не хочет. С бывшим прожили 5 лет вместе, с нынешним почти 2 года вместе. Что мне делать? Ну, смотрите, что делать, чтобы что? Давайте начнём с этого. То есть, ну, вот, что делать, чтобы что? Чего вы хотите делать? А хотите ли вы, к примеру, не знаю, переубедить, допустим, твоего парня, да? Вот, если хотите переубедить, то почему вы хотите его переубедить? Вот, это такой момент, на мой взгляд, довольно, скажем так, важный. Потому что, да, ваше желание переубедить мужчину, да, и показать ему, например, что это ничего не значит. Оно понятно. Вот. Ну, какая цель у вас? Вот. Вот. Это первый момент. Это первый момент. Второй момент. Это то, что вы как-то встречаете эту, ну, вот эту историю, да? Вы как-то к ней относитесь, вы как-то её воспринимаете. Очень важно постараться увидеть то, как вы это встречаете, то, как вы это воспринимаете, вот. Потому что, если вы чувствуете вину, да, то вряд ли вы можете как-то вот, ну, хорошо, адекватно на эту ситуацию реагировать. Просто потому что, вот, то есть, что я бы хотел обратить внимание. Просто потому что, чувствуете вины, вот, у меня самый хороший, мягко говоря, мотиватор для реакции. Ну, для реагеров. А вот, если вы хотите себя оправдать, да, например, ну, к примеру, если вы хотите себя оправдать как-то, вот, то это немножко другая история, это немножко другая ситуация, вот. Ага, если вы боитесь, например, оправдать, да, это ещё одна ситуация, вот, тоже другая, тоже, тоже, вот, в какой-то степени обособленная от того, что происходит. Вот, но в то же время я мог бы сказать, что название вашего бывшего, название своего парня, имени бывшего, да, связано с тем, что вы не взрослили отношения. С одной стороны, с другой стороны, с тем, что со своим парнем текущим вы не находитесь в отношениях, которые бы вас как-то удовлетворяли. Удовлетворяли. Вот. То есть, вы выстраиваете со своим парнем, да, такие отношения, где вы не чувствуете себя, так скажем, свободно. Вот. То есть, это такой момент, на который тоже очень важно обратить внимание, да, на удовлетворение ли вы отношениями со своим парнем. Вот. Вот. Все ли вас устраивает в отношениях со своим парнем. Нравится ли вам, ну, то есть, вот. Что ли вас устраивает и так далее. Это вот те вещи, на которые, на мой взгляд, нужно обратить вам свое внимание. Потому что, потому что ссоры не бывают на ровном месте. Вот. То есть, если конфликт возникает, да, вот, то у него есть всегда свои предпосылки, у него есть всегда своя предыстория. И если вы, значит, с молодым человеком ссоры из-за этого происшествия, то я бы сказал, что вполне возможно напряжение между вами уже было. И раньше, вот, только вы этого как-то избегали, а сейчас этого избегать больше уже не надо. Судя по тому, что мы видим, да, вот, и вы, соответственно, вот, проявляете вот ту конфликтность и ту напряженность, которая над вами была. Да. Мой коллега Кудрячев и Игорь Леонидович абсолютно прав в два раза, что оправдываться не нужно, потому что тем самым вы еще больше показываете своему партнеру, что действительно в чем-то виноваты. Вот, хотя вашей вины нет в том, что вы чего-то не заметили, да, в том, что вы на что-то не обратили внимания, в этом вашей ответственности нет и быть не может. Вот. Тут, скорее, я повторюсь, вопрос именно в доверии. Вот. Вопрос именно в доверии между, ну, между вами. И, в общем-то, крепость от насчет, вот, устойчивость от насчета. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. От чего зависит устойчивость и крепость от насчета? От количества общего, вот, между людьми, между людьми, вот. То есть, если между вами в достаточном количестве общего, вот, то ваши отношения, в принципе, могли бы, вероятно, спокойно это переищать. Возможно, я даже не обратил на него внимания, на этот эпизод. Но, если, это не работает, вот, то есть, если вот, ну, не получается, да, вот это общее, генерировать, что при появлении каких-то вызовов, вот, при появлении, какой-то, ну, конфликт, конфликтности, если угодно. Вот. Вот такая проблема. И вот на это я бы, я бы, конечно, обратил бы ваше внимание, да. Собственно, как много общего у вас между молодым человеком, вот, если оно это общее. Устрашивает ли вас это общее, и так далее. А, боитесь ли вы, к примеру, что молодой человек вас бросит? Вот. Вот. То есть, вот вы говорите, что он не хочет меня слышать, да? А что именно он должен слышать? Оправдание? Или что? Вот. И зачем вы ссоритесь с конкретно вы? То есть, вы Ирина. Какой ваш вклад в ссору? Вот. Как вы вкладываетесь в ссору? Вот. Я думаю. Я думаю. Думаю так. Вот. Такая вот история. И на это я бы хотел обратить ваше внимание. Вот такой ответ мне бы хотелось вам предложить. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Изучите, пожалуйста, психологическую игру, такую, которая называется «Скандал». Вам это поможет несколько лучше понять себя. Несколько лучше понять, что происходит. На этом все. Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Вам она будет благодарна. И как хотите. Да. Вы хотите разобраться в себе. Анастасия. Любовь. Удачи вам тяпы. Удачи вам! Город!